Я рад поприветствовать всех. Сейчас во всем мире особое внимание уделяется великому шелковому пути. Это направление сегодня является самым популярным, а по территории Казахстана проходит значительная часть этого пути. Глава Всемирной туристской организации записал специальное видеообращение ко всем участникам международного туристского форума «Онтустик Туризм-2016». Представителям разных стран рассказывают о туристическом потенциале нашей области. Впрочем, многие гости давно уже не новички и о Казахстане, в частности, о нашей области знают не понаслышке. И хотя многих гостей интересует возможность посетить духовную столицу Южно-Казахстанской области, в фаворе у туристов будут спортивные направления, уверены участники форума. Я в Казахстане, в частности, в Шымкенте бывал раньше, но пока не удалось его толком посмотреть. Надеюсь, в рамках форума у меня будет такая возможность. Кроме того, я наслышан о Туркестане и очень хочу его посетить. Ну а нашим клиентам, в первую очередь, я думаю, будет интересен и мне спортивный и горный туризм. В целом, направлений у вас много, причем на самый разный вкус. Согласен со своим коллегой и гость из Латвии Айгор Сандерсон. Специалист говорит, что даже несмотря на небольшие сложности, Казахстан успел его приятно удивить. Как я обычно говорю, что есть такая пословица, что чувствуете себя как дома. Нет, я здесь, в Казахстане, себя чувствую как в Казахстане, потому что дома нас так хорошо нигде не принимают. Если у нас в Европе самолет это типа большого автобуса летающего, да, там два часа, и ты можешь достичь любую страну в Европе, то здесь это не так просто. Не со всех городов можно напрямую долететь сюда. Я, например, тоже через Москву летел. Впрочем, шанс сделать Шимкенту и область туристам со всего мира ближе все-таки есть. Ведь форум проводится в целях продвижения Южно-Казахстанской области как туристского кластера «Сердце Великого Шелкового Пути». А значит, помимо прочего, будут решаться и транспортные вопросы. Форум позволяет установить межрегиональные и международные контакты для сотрудничества в сфере развития туризма и гостиничного бизнеса. Уже сегодня Туркестан ежегодно посещает порядка одного миллиона туристов и паломников. Создание инфраструктуры позволит увеличить их число и вывести туризм в одну из важных отраслей развития экономики области. Со своим предложением по развитию туризма выступили и альпинисты. Они предлагают собственный проект создания лагеря альпинистов. Это, по их мнению, позволит привлечь огромное количество туристов в нашу область. Так, до развала Союза, когда такой лагерь существовал на территории области, ежегодно в Южный Казахстан приезжало 50 тысяч туристов. Сейчас не более тысячи. Наш проект заключается в создании палаточного городка, эко-кемпинга, в котором будут, кроме палаток и зимовки, деревянные домики. Все будет из экологически чистых материалов и будут использоваться возобновляемые источники энергии. Вот в этом лагере будут базироваться альпинисты и туристы. Вот это будет, лагерь будет оснащен всем необходимым для выхода на маршруты, горы, категорийные походы. Кроме того, будут организованы горные фестивали, соревнования по скалолазанию, по альпинизму. То есть это будет такой базовый лагерь непосредственно в горах. В рамках форума запланированы инфо-туры по Южно-Казахстанской области. Кроме того, ожидается подписание семи меморандумов по развитию курорта Сарагаш, строительству придорожного сервиса вдоль основных трасс, созданию школы туризма и привлечению инвестиций в регион.